Через процедуру инаугурации Николай Меркушкин проходит уже в шестой раз, правда впервые в другом регионе. Новый губернатор не скрывает, работа для него будет сложная, но очень интересная. Потенциал на самом деле у Самарской области огромен, задачи стоят огромные. И это один из центров в стране, который должен на самом деле стать, вот как Михаил Викторович сказал, локомотивом движения страны. Именно для этого президент и предложил Николай Меркушкин на пост губернатора Самарской области, подчеркнул полпредглавы государства в округе Михаил Бабич. Ведь основы экономики региона не сырьевая отрасль, а высокотехнологичное производство. Государство сегодня имеет возможности вкладывать реальные средства из федерального бюджета для развития этих отраслей. Они дают кумулятивный эффект, они обязательно подтянут развитие отраслей, которые находятся в кооперации. И вот в этой связи, конечно, нужен сильный руководитель, нужен, если хотите, по-хорошему стратег. Первый заместитель руководителя Комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент Союза Маши России Владимир Гутенев, комментируя утверждение Николая Меркушкина на посту губернатора Самарской области, сказал, что перед главой региона стоит ответственнейшая задача – решать социальные вопросы и выстраивать мощный экономический фундамент, который может базироваться только на инновационных процессах промышленности, на техническом перевооружении производств крупнейших предприятий региона. Впрочем, первоочередная задача для Николая Меркушкина – это формирование команды и оценка социально-экономического состояния региона. Конечно, экономика Мордовии и Самарской области по масштабам не сопоставим, бюджет губернии в пять раз больше. Поэтому знакомиться с ситуацией Николай Меркушкин обещал очень внимательно. Делать это он будет не по бумагам. Уже в понедельник начнутся рабочие поездки губернатора по районам и городам губернии, а также знакомство с промышленными предприятиями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!